На севере Якутии заметно сократилась миграционная убыль населения и достигнуты наилучшие показатели рождаемости в республике. Об этом, подводя итоги комплексной программы социально-экономического развития арктических и северных районов, на встрече с журналистами сообщили члены Госкомитета по делам Арктики. На брифинге побывала Марьяна Кутукова. Если в 2013 году арктические и северные районы покинули более 2000 человек, то по итогам прошлого года убыль населения составила 491 человек. За последние 7 лет прирост наблюдается в Аллаиховском и Аннабарском районах, а лучшие показатели рождаемости в Оленёкском районе. Такие улучшения – это последствия комплексной поддержки севера, от строительства социальных объектов до создания транспортной доступности. Поддержка традиционных отраслей также решает судьбу людей, особенно коренных малочисленных народов, в частности работников рыбохозяйственного комплекса. Благодаря восстановлению и открытию новых ледников, приобретению современных оборудований по переработке рыбы, качество продукции рыболовецких хозяйств намного улучшилось. С республики мы начали с этого года дать авансирование рыболовецкому хозяйству. В целях поддержки на один килограмм белой рыбы даем 20 рублей, посольной рыбе 30 рублей даем. И, соответственно, это очень существенная помощь рыболовецкому хозяйству, именно не таким средним и мелким хозяйствам, которые не имеют оборудованных средств. Соответственно, вот эти авансы, площадки перед летней буденей, очень им помогли, и они очень хорошо отзываются по этому направлению. Поэтому в этом направлении мы ничего менять пока не будем. Государственную поддержку ощутили и оленеводы. С 2014 года со стартом комплексной программы количество оленей увеличилось почти на 20 тысяч голов. Модернизация убойных цехов также сказалась на качестве продукции. С этого года начата работа по чипированию или электронной паспортизации оленей. Они преследуют какие цели. Это первая очередь, это учет и контроль за поголовьем оленей. Второе, это качество продукции, которую мы должны контролировать за счет идентификации животных, которые мы проведем. Соответственно, домашнее животное проходит вакцинацию. Все, что мы обрабатываем, это она должна учитываться. До 2020 года Якутия намерена увеличить поголовье оленей до 200 тысяч, а пока на сегодня их насчитывается 174 тысячи. В будущем при активном росте поголовья республика намерена выйти на товарное производство для обеспечения потребностей региона.